Древнейший монастырский центр православной церкви Святой Афон с 10 века принимает паломников и монахов. Сегодня он почитается как удел Пресвятой Богородицы. Этот закрытый для любопытствующих, аскетичный и величественный мир, между тем открыт для тех, кто готов познать тайны собственной души. 55 произведений живописи, графики, эмали и мозаики, объединенные общей темой Святым Афоном, стали основой большого выставочного проекта. Для православного человека византийское искусство – это некая матрица, а для художника тем более. В 1916 году исполнялось тысячелетие со дня присутствия русского монашества на Афоне. И в связи с этим ряд академиков, российской академик художеств, были направлены на Афон по благословению нашего патриарха Кирилла и старца Симеона, главы Афона. И вот мы в течение достаточно долгого времени там работали, как профессионалы, соприкасаясь с этой древностью, с этими канонами. В 2015 и 2016 году пятеро русских мастеров живописи отправились в особенное паломничество на Святую Гору. Они посетили 12 монастырей, 5 скитов, несколько монашеских келей, известные исторические места на Афоне и в Солониках. Художникам удалось посмотреть уникальные, доступные лишь монахам места, познакомиться с древнейшими и современными фресками, заглянуть в библиотеки и реставрационные иконописные мастерские. Каждый из этих мастеров – это уникальный человек с абсолютно индивидуальным, фантастическим, собственным, творческим лицом. И вот настолько они вместе, в пятеро, здесь гармонично, в этом зале, надеюсь, в последующих залах музеев России будут присутствовать, что это не оставляет, наверное, равнодушным никого. Мне повезло, потому что я был один раз, меня взяли с собой. Я наблюдал, как рождались эскизы, наблюдал часть произведений, которые были созданы на Афоне. Потом они были созданы, многие из них мастерских мастеров. И это какой-то удивительный, в общем, результат. В этих рабочих поездках источниками вдохновения были службы в храмах, архитектура разных эпох, величественные пейзажи, вид самого Афона в теплом средиземноморском свете. Здесь каждый холст. Во-первых, это полная свобода самовыражения, но эта свобода самовыражения основана на глубоком чувстве. Поэтому все холсты, они как раз передают вот это свечение горы Афон, свечение, это потрясающее ощущение религиозное, мистическое, выраженное в светских картинах. Этот проект интересен прежде всего тем, что здесь представлено пять очень крупных художников современной России, а может быть и мира, я не знаю. Вот это первое все. А значит, это качество, это содержание, это глубина, а уж тем более такая тема, а фон. С некоторыми из представленных авторов рязанцы знакомы. Виктор Калинин приезжал в Рязань с персональной выставкой несколько лет назад. А мозаику Вадима Кулакова узнает каждый, кто бывал в Рязанском театре кукол. С другими авторами зритель встретится впервые. Но непременно во всех таких разных работах увидит отражение особенного мира Святой горы. Художники, имеющие возможность посетить этот мир и показать зрителю в своих произведениях, тем не менее, не делают его открытым. Созерцая тихую сосредоточенную жизнь Афона, зритель остается невовлеченным в нее. Явленное ему через полотна не становится доступнее, но ощутимее становится невероятная высота духа. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова